Ручной лось, говорят, почти как корова, только рога немножко побольше, но что-нибудь вкусненькое из рук тоже с радостью берет. Вот мы сегодня третью булку уже докармливаем. Паша, пойдем. Паш, на. Знакомьтесь, это Паша, главный герой нашего сюжета. Мы на него охотимся, только по сценарию мы должны найти его чуть позже. Никогда в лесу не хожу, во-первых, с опущенными ушами, ничего не слышно. Во-вторых, обязательно уши должны быть открыты. Вот если шапка касается, скажем, кончиков вот ушей, уже звук воспринимается не так ушами. Вот, поэтому старайтесь, чтобы шапка у меня ушей не касалась. Владимир Хочкин бывалый охотник. Он прекрасно знает, как нужно вести себя в лесу, чтобы не уйти оттуда с пустыми руками. С детства ходил с отцом на уток и зайцев. Даже охот-паспорт Владимир получил не в 18, как полагается, а в 16 лет. Сейчас его привлекает добыча покрупнее. Медведи, рыси и, конечно же, лоси. Очень мало людей, которые занимаются именно охотой с подхода на лося. Потому что он зверь осторожный, у него очень хороший слух. Слух у него хороший, хорошее обаяние. Он метров за 150 легко человек за 200 даже чувствует, слышит еще дальше. Погода в день съемок выдалась как раз лосиная. На языке охотников это означает легкий ветерок. Он, говорят, очень помогает, если задувает от лося к охотнику, а не наоборот. Куда он шел, в какую сторону, то берется, ну, можно ногой, можно прикладом. Вот, о, щупаю. Здесь жестко, а здесь мягко. Значит, зверь наступил, и когда вот зверь наступает вот так, а потом ногу вытаскивает, придавливает, утрамбовывает его. Вот эта сторона получается жесткая, а эта вот мягкая. Вот так можно определить заметенные следы. Все звери после нашей сегодняшней охоты, к счастью, остались живы. Но мы без трофея тоже не вернулись. Вот, настоящие рога. Но когда их полчаса таскаешь, такие тяжелые. Бывший обладатель нашего трофея, олень, из леса так и не показался. Зато наш главный герой, Пашка, от съемочной группы не отходил ни на шаг. И, надо сказать, такое необычное соседство вызывало не всегда приятные чувства. Пашка, пошел. Ну-ка я тебя прутиком хулиганишь. Нет, в конце съемок уже не страшно. Вначале было намного страшнее. Ну, тоже страшно, конечно же, неосторожно. Паша, все, последний кусочек нету больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!